Привет, я Мария Покусаева, а вы смотрите канал Теория Большого Чтива. И это видео в продолжение темы книжного сюрприза. Сегодня со мной случилась удивительная вещь. Я развиртуализировалась с одной из девушек, снимающих книги про видео. Её ник... Видео про книги! Книги про... Видео про книги. Её ник Мистер Бергов, я надеюсь, что правильно произношу его. В переводе со шведского это означает «филин». Настя решила побыть бонусной феей, как её уже окрестили участники книжного сюрприза. И вручила бонусные подарки нескольким блогерам из списка. Ну и, в общем, со мной случилось удивительное. Я сегодня поговорила с человеком. Я просто чувствую, что я выговорилась на многие темы, которые меня интересовали и волновали. И из-за этого я безумно счастлива. В общем, Настя не только подарила мне красивый пакетик с чем-то интересным внутри. Я ещё его не вскрывала. Я ждала вечера. И камера. Но и доставила мне огромное удовольствие, просто пообщавшись со мной за чашечкой чая, кофе и всего остального. Ну, поехали. Как-то... Всё начинается с ёлочки, с прищепочки. Сейчас я её правильно открою. У нас в видео вскрываемся номер два. Так. Номер раз – это ёлочка, которая стала уже традиционной. Многие получили точно такую же ёлочку. Можешь прицепить её к очкам. Нет, не получится. У меня очки. Да ладно. Это будет мне мешать. Это будет мне мешать. Ну, тут не поспоришь. Пусть мешает. Так. Поехали, поехали, поехали. В Петербурге холодно и мерзко. Вчера было прекрасно, снежно, красиво, а сегодня холодно и мерзко. Ну, первую вещь, которую тут видно без всяких вскрываний – это сова от совы-совья. Это свечка в виде совы. По-моему, это свечка. Да, это свеча-совянок. Очень жестоко. По отношению ко мне дарить мне сову, которую придётся уничтожить. Но, наверное, стоит человека простить. Так же уничтожить, наверное, как шоколадную сову. Да, которую мне подарили шоколадную сову. Я не могла её съесть три года, потому что мне было её очень-очень-очень жалко. Ты до сих пор её не можешь съесть. Она где-то стоит где-то в недрах холодильника. Ну, вот свеча – это не шоколадная сова, это немножко иначе. О, это упаковка. Десять минут страданий упаковочек для того, чтобы это было разного в течение пары секунд. Судя по ощущениям, там что-то сладенькое. Точно умерло от шоколада. Отборные необжаренные какао-бобы. И бабаевский а-ля-ля Риттерспорт, как я понимаю, тёмный шоколад с орешками. С цельным карамелизированным фундуком. Боже мой, это будет просто, 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 просто волшебно. Я очень люблю тёмный шоколад. А если он ещё и с орешками, то это вообще шикарно. Так, шоколадка раз. Нужно будет разобраться, что можно делать с отборными необжаренными какао-бобами. Но я думаю, что они пригодятся в каком-нибудь... Их можно употреблять в натуральном виде. А можно, наверное, добавить их во что-нибудь. И это будет круто. Вау. Я никогда в жизни не видела такие вещи. Не получалось мне покупать какао-бобы. И это тоже не книжки. Ребят, блин, ну я же... Я точно умру. У меня в жизни не было столько шоколада. Наверное, с того времени, как моя мама перестала работать врачом. Дети врачей меня поймут. Когда у вас мама врач, У вас в доме не исчезает шоколад вообще, у вас лежат вот такие вот стопки шоколадок совершенно разных сортов, разных ценовой категории, разных вкусов. Ну вот, представляете, да, как бы, ну это вот, это масштабы, это вот шоколад с коробом апельсиновый, вау, апельсиновый шоколад, мне кажется, это вообще безумно вкусно, это классное сочетание, я сожру его очень быстро. У него срок годности 3 месяца. Я так понимаю, что это темный шоколад с рисом, с хрустящими рисовыми хлопьями и льняными семенами, боже. О, вечная классика, просто тупо вкусно темный шоколад и темный шоколад с апельсином. А это шоколад с яблоком, карамелью и лесным орехом. Блин, чуваки. Обожраться и не жить. В оригинале было, не шоколад обожраться. Еще одна сова от совы сове. Это открыточка, явно куплена в подписных изданиях. Я подозреваю, что это так, потому что открытки от этой фирмы я видела именно в подписных изданиях и сама же их покупала. Ну, дедукция-то, наверное... Да, она не хочет, чтобы у меня что-нибудь слиплось. Что, говорит, опять у тебя слиплись Настя? Ничего у меня, говорит, не слиплось. Да, Настя говорит, что как-то так вышло. Она сама не ест темный шоколад. И когда она узнала, что я его люблю и его можно положить в сюрприз, она купила его очень много. Так, ну и тут, по-моему, самое-самое главное. Такое главное. О, еще одна. Еще одна сова от совы сове. Мари, предвидеорецензием, который я очень скачаю. Я обещаю исправиться. Может, ты сядешь туда? Не хочешь. Не хочешь. Ну и самое главное. Тут чего-то много. Первую книгу... Я угадала по объемам. Это единственная книга в моем списке, которая... Такого объема. Ох, сейчас в двух сторонах скотч. Сколько я его извела, пока упаковывала подашь. Это Нил Гейман. И вот трилогия про американских богов. Которая есть у меня в предыдущем издании. Но когда я увидела то, как АСТ пересдает Нила Геймена, я поняла, что я не могу без этого жить. И вот номер раз. Они прекрасны. Вау. Я их, наконец, дочитаю. И номер два. Тут олень и зимние мотивы. Нет. Нет, 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 нет. Ребят, без комментариев. Это Многорукий Богдалайна. Я втайне надеялась, что кто-то мне его однажды подарит. Или я его найду. Ребята, это эпический момент. Я... Это лучшая книга, прочитанная мной в этом году. И я реально не ожидала, что ее найдут и подарят. Ее просто нереально найти. Она издавалась в черт знает каком году. И есть сейчас, наверное, только у бакинистов. Или у кого-то, кто ее когда-то купил. Держит у себя на полке. Блин, это, наверное... Да, тут еще чьи-то... Чьи-то подписи. 94-й год издания. Ого. Блин. Это нереально. Это новогоднее волшебство. Настя, это... Просто... Блин, это волшебно. Я... В общем, сейчас видео скатится в полный сумбур. Я сижу в истерике. У меня... Полнейшее мимими меня просто распидорасило здесь. Ну, надо как-то там подвести итог. Миша, верни мне моего многорукого бога. Не дам. Все теперь это мое. 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 Не требует читать. Окей, ну, видимо, мой парень теперь-таки прочитает эту книжку. Ладно. Подводим итог. В моем сюрпризе от Насти была книга Нелла Геймана, в которую вошли три его романа «Американские боги», «Король горной долины» и «Сыновья Ананси». В отличнейшем переиздании от АСТ «Многорукий бог Далайна», которого уже у меня обрулили. Не отдам все. Не отдавай, читай, тебе полезно. Какао-бобы. На самом деле мне вредно, я быдлу, мне нельзя. Отборные, не обжаренные. Две открытки с совами. Посмотри, видно ли там меня. Ну, видно там тебя. Я и так скажу. Шоколад с кучей всего внутри вкусный. Классический темный шоколад. Шоколад темный с апельсинчиком. Шоколад темный с орешками. Шоколад темный с рисовыми хлопьями. Обожраться и не жить. И еще один шоколад с апельсином. Как бы это все не уронить. Ёлочка. И свечка в виде совенка. Жестокие люди. Не хочется его сжигать. Я просто... Просто размазана по стеночке. Большое спасибо Насте. Большое спасибо Маше Жем за то, что она организовала это. Я надеюсь, что будет какое-то повторение. Потому что мне очень понравилось дарить людям подарки. Я обязательно сделаю кому-нибудь бонуску. Ну и плюс у меня есть еще масса идей, что таки можно положить в коробку. Потому что свой подарок для Маши я собирала одновременно, готовясь к нескольким экзаменам. И уже потом поняла, что, наверное, можно было бы сделать это лучше. Я пойду наслаждаться. Я пойду восстанавливать внутреннюю гармонию от того, что сейчас я чувствую. Ну и надеюсь, что я успею до Нового года что-нибудь еще снять. Всем пока-пока.